Азербайджанский журналист «Вооруженные силы Армении использовали запрещенные на международном уровне кассетные боеприпасы и, как минимум, еще один тип ракеты дальнего действия при атаке на азербайджанский город Барда. Как передает канал 13, об этом говорится в заявлении Human Rights Watch. Согласно заявлению, армянские силы 28 октября выпустили по расположенному 230 километрах от Баку города Барда запрещенные на международном уровне кассетные боеприпасы и, по крайней мере, один вид дальнобойных ракет. В результате атаки погиб по меньшей мере 21 человек, 70 получили ранения, отмечается в заявлении. Human Rights Watch проанализировала фотографии обломков кассетных боеприпасов, сделанные международными и местными журналистами, а также жителями, отмечается в заявлении. Отметим, что накануне Международная правозащитная организация Amnesty International также подтвердила факт использования Армении запрещенных кассетных бомб в нынешнем Нагорно-Карабахском конфликте после нападения на азербайджанский город Барда. Удар по азербайджанскому городу Барда, в результате которого, как сообщается, погиб 21 человек, является трагедией. Об этом сказал председатель Комитета по миграции беженцам и перемещенным лицам Парламентской Ассамблеи Совета Европы Фьер Ален Фридис предает канал 13. Он отметил, что гуманитарные последствия конфликта вокруг Нагорного Карабаха вызывают глубокую тревогу, и ситуация будет только ухудшаться, если вовлеченные стороны не будут соблюдать режим прекращения огня. Фридис сказал, что внес этот вопрос в повестку Дня Комитета по миграции беженцам и перемещенным лицам, чтобы парламентарии из 47 государств членов Совета Европы могли внимательно следить за ситуацией. Не за горами зима, и перед нами разворачивается гуманитарная трагедия, усугубление которой можно избежать. Если все стороны будут работать вместе с помощью международного сообщества, решения могут быть найдены, заключил он. Иран может в будущем внести свой вклад в урегулирование Карабахского конфликта. Об этом заявил в интервью РИА Новости помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмед Гаджи, передает канал 13. Иран как региональная держава, региональная страна тоже заинтересован в обеспечении мира и безопасности, поэтому он тоже имеет право участвовать в этом процессе обеспечения мира и безопасности в регионе Южного Кавказа. Может быть, в будущем будут какие-то механизмы, контактные группы в рамках этого процесса. Иран может тоже внести свой вклад в процесс урегулирования конфликта, заявил Гаджиев. По его словам, визит замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Баку был плодотворным. Мы обсудили все вопросы двухсторонней повестки дня, одновременно урегулирования конфликта. Иран также заинтересован в обеспечении мира и безопасности. Мы очень высоко ценим, что Иран всегда поддерживал и поддерживает территориальную целостность Азербайджана в рамках ее международных признанных границ, подчекнул Гаджиев. Азербайджанская армия продолжает принимать меры против врага. Попытки противника атаковать на нескольких направлениях фронта в течение дня 29 октября были решительно пресечены. Противник, понеся большие потери в боевой технике и живой силе, был вынужден отступить. Об этом передает канал 13 со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана. Как отметили в ведомстве, в результате принятых ответных мер был уничтожен очередной высокопоставленный армянский военнослужащий, совершивший военное преступление. Так, в результате обстрела автомобильной колонны в полосе обороны 18-й мотострелковой дивизии армянских вооруженных сил был ликвидирован заместитель командующего 1-й общевойсковой армии по вооружению полковник Виктор Арустамян, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. За преступные действия, совершенные в отношении гражданского населения Генжи, следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана объявило в международный розыск Араика Арутиняна, Давида Бабаяна, Джалала Арутиняна и Армена Бабаджаняна. Как передает канал 13, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статьям 214-2, 281.1 и 318.1. Каждый из них объявлен в международный розыск. С начала года внешнеторговый баланс Азербайджана остается профицитным. Это создает условия для защиты стратегических валютных резервов. Как передает канал 13, об этом сказал на онлайн-пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов. Он отметил, что в настоящее время стратегические валютные резервы Азербайджана превышают 50 миллиард долларов. Это превышает стопроцентный ВВП. Армянские мужчины не ответили на призыв главы сепаратистского режима. На передовую выдвинули женщин. Как ранее сообщалось, вчера к своей армии с мольбами обратился глава сепаратистского режима Араик Арутинян. В видеообращении он сказал, что азербайджанская армия находится очень близко к Шуше. Женщинам пришлось ответить на пронизанный мольбами призыв Араика, который проигнорировали армянские мужчины. Так, представитель Минобороны Армении Арцрун Аганесян поделился фотографиями женщин, готовившихся к выходу в зону боевых действий на своей странице Facebook. Эти фотографии в очередной раз доказывают, что армянские мужчины боятся столкнуться с победоносной азербайджанской армией в карабахских боях. В последние дни многие известные общественно-политические деятели Армении выступили с требованием незамедлительной отставки правительства Николы Пашиняна. После публичного жестокого заявления экс-премьера-министра Армении Вазгена Манукяна, известный армянский меценат Сергей Амбарцумян обратился с открытым письмом к главе армянского правительства. Российский олигарх армянского происхождения, констатируя, что армянская нация оказалась на краю бездны, попросил Пашиняна оставить власть более опытному управленцу, которому доверяет Россия. Опасения Манукяна и Амбарцумяна на фоне сокрушительных военных поражений в Карабахе и потери шести районных центров, а также проникновения азербайджанских мобильных групп вглубь Карабаха, разделяет и известный армянский журналист и блогер Карен Вртаннисян. Главный редактор интернет-издания Разум.Инфо на своей странице в Фейсбуке указал на допущенные преступные ошибки правительства Никола Пашиняна. Сейчас не время обсуждать эти ошибки публично, но я согласен с требованиями Вазгена Манукяна. По словам известного журналиста, другого пути, кроме как отставки правительства Пашиняна, нет. Нет и времени. Это последний шанс сохранить государство и нацию, говорит Карен Вртаннисян. Парен Вртаннисян. Вскоре после избрания Турбута у зала президентом возглавил в 1901 году партию «Анаватан». По итогам парламентских выборов 1995 года впервые занял пост премьер-министра в коалиционном правительстве. В целом трижды получал мандат на формирование Кабмина Турции. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 283. Это максимум за всю пандемию. Общее количество инфицированных увеличилось до 1 599 976. Как передает канал 13 со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в относительном выражении прирост увеличился до 1,2%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чеченской Республике и в Республике Дагестан, Московской области, Чувашской Республике и Республике Татарстан. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Москве составило 5 268, в Московской области – 524, в Архангельской области – 325, в Ростовской области – 310, в Воронежской области – 296. Число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге увеличилось за сутки на 801, в Нижегородской области – на 401. Это максимальное значение для этих регионов за все время пандемию. Днем ранее в Санкт-Петербурге были выявлены 758 случаев, в Нижегородской области – 386. Днем ранее в Санкт-Петербурге.